Ну, теперь, наверное, надо будет сказать пару слов о той работе, которую вы сегодня увидите, и заметить еще попутно, что Иствуд крупнейший коллекционер Пластина, и он знает предмет, он знает, о чем он будет рассказывать. Сегодняшний его рассказ о легендарной личности в истории джаза, афроамериканце, альцексофониста Чарли Паркере, и я должен сказать, что Иствуд не первый художник, который попытался набросать портрет этого великого музыканта, гения, создателя во многом одного из создателей, скажем точнее, языка современного джаза, джаза, которым мы обозначаем это направление бибоб. Почему Чарли Паркер? Ну, во-первых, потому что это действительно великий музыкант, а во-вторых, личность, продуваемая всеми ветрами добродетеля и порока. И делать автобиографический фильм о личности крайне протворечиве. Всегда, наверное, художнику интереснее, хотя я прекрасно понимаю, и вы сами понимаете, когда речь идет о великом человеке и его биографии на экране, да, собственно, и в книге, да, собственно, и в живописи, каким показать его, если с одной стороны это великий музыкант, создатель фразеологии джазовой современной, обладающий удивительным звуком, космическим импровизационным мышлением, а с другой стороны, человек, которого сгубили наркотики, который свой жизненный путь прервал в неполные 35 лет, да и умерт он в чужом доме, у Баронессы Паноники Ротшильд. Спасибо, кстати, внучке Баронессы, которая сняла фильм о своей бабушке. Этот фильм называется «Баронесса джаза». Я вам советую его посмотреть. Где-то мы устроим кинопоказ, я покажу вам этот блистательный документальный фильм. С одной стороны, тонкая, ранимая личность, с другой стороны, попытка суицида. Биография совершенно исковерканная многими превходящими обстоятельствами, включая смерть дочери, его сложные взаимоотношения с Чан, с его женой Чан Банкер, которая довелась много вытерпеть от него. И вот этот перекресток порока и добродетели, показать его методами и средствами художественного кино крайне сложно. Хотя вы, может быть, читали книгу Хулио Картасара «Преследователь». Главной роли Чарли Паркера. Есть книга «Легенда» о Чарли Паркере. Вообще половина его жизни легендарна. Попробуй узнать, каков же он был на самом деле. Человек, который мог под парами наркотиков и алкоголя где-то забыть свой саксофон, не прийти на выступление. Играть так на разрыв, что многие молодые музыканты, и он нанес колоссальный вред целому поколению, которые слушали его в клубе в Нью-Йорке. Один из клубов так и носит имя его. Бёрд. Бёрдлэнд. Страна птицы. Это прозвище. В джазе приняты эти прозвища. И вы сегодня увидите версию портрет Чарли Паркера таким, как его увидел Клинт Иствуд. Многие джазовые звезды, многие музыканты были категорически против канонизировать образ Чарли Паркера и воспевать то, что он играл якобы самые гениальные свои пассажи и импровизации в состоянии наркотического опьянения. Приводили в пример тема Now the Time, время пришло, и Лаверман, и многие другие. Чушь. Это чушь. Свои лучшие, великие записи, которые вошли в золотой фонд джазовой музыки Чарли Паркер, конечно же, создавал на крупных международных джазовых фестивалях. Его выступления в Торонто с Дизи Гилецкой, Толониусом Монком идет в сопровождении вот этой самой надписи «Величайшая джазовая запись всех времен», да и народу. Посмотрите этот фильм, он сделан достаточно интересно по монтажу. Время двигается здесь взад-вперед. Клинт Испут показывает Чарли Паркера, юношей, где он родился в городке Кэнзас-Сити, и потом вдруг его современная игра на эстраде тех лет, сороковые годы, начало 50-х, умер Паркер в 55-м году. Вот этот нервный монтаж, который позволяет нам видеть Паркера в разное время, под разными углами зрения. В этом фильме вы услышите саксофон Чарли Паркера. Я должен сказать, что фильм «Птица» получил очень высокие награды. Исполнитель Чарли Паркера роли Форест Уайтекер получил в Каннах в 88-м году приз за лучшую мужскую роль. «Золотой глобус» этот фильм был удостоен Клинт Испут как режиссер. Наконец, «Оскар» пришел к этому фильму за выдающуюся звукозапись. В чем она выдающаяся? Это в том, что Клинт Испут решил показать реальный, реально звучащий саксофон Паркера, а ритм-секцию подложить в исполнении выдающихся современных джазовых музыкантов. На Катравасе будет играть Рейн Браун, к сожалению, покойный, и Рон Картер. Дизи Гелеспи не смог принять участие в записи фильма. Он был на гастролях, а его ученик Джон Федлис будет играть на круге. Но целый ряд блистательных музыкантов. Поэтому музыкальное сопровождение фильма само по себе очень любопытно. И в целом все эти детали создают нам образ Чарли Паркера. Такого, каким увидел его Клинт Испут. Насколько это реально? Вот этот угол расхождения между реальным Паркером и кинематографическим, этот вопрос бесконечен. А насколько реален образ Петра Ильича Чайковского в исполнении Иннокентия Смакновского и истинного Петра Ильича? А образ Сергея Есенина? Все пороки, которыми обладали великие люди, заставляют нас хотя бы внутренне про себя подумать, что же взять от них. Великие примеры, безусловно, в творчестве и предупреждение самому себе от ошибок, глядя на великих, тоже урок безусловный для всех нас. Вот, собственно, все, что я хотел сказать и пригласить вас в следующую субботу, где Клинтон Истуду, который выйдет на сцену в Гарнеге Холл, посвятят свои выступления звездные американские джазовые музыканты. Я желаю вам приятного просмотра. Warner Brothers представляет производство компании Malpaso. Продолжение следует...